деление с остатком важнейшая операция с целыми числами унаследованная нами от древней греции значит тоже мы делали мы рассматривали некое 0 число да которая нам задавала отсчет некое маленькое число c то есть не недалеко от нуля расположенная и некое большое число b в процессе доказательства нам нужно было обнаружить кратные c которые охватывают с двух сторон это b ну если там нам повезло бы то бы бы просто попала в одну из этих вот узловых точек было бы само по себе кратным c да а ну тогда бы мы постулировали чтобы просто нацело делится на c и все это красный не дает делать вот она вот она края на счет вот б до красная и если нам не повезло то она не попала в кратные c тогда находится между ними но визуально очевидно там это в аксиоматике целых чисел присутствует такая аксиома на самом деле я сторонник визуального восприятия ряда целых чисел визуально очевидно что просто некоторые кратная c все еще все еще не достает до b а следующая кратная c а то есть c умножить на n плюс 1 уже перепрыгнула вот это n c это n плюс 1 c ну и если так тогда число d вот это которая между ними до b минус n c вот чего не хватает чуть-чуть не хватает до называется остатком остатком от деления b на c заметьте что остаток по некому соглашению обязательно положителен но должен сразу предупредить что лучше лучше избавиться от этого так сказать от этого отягощающего фантома из стандартной школьной программы остаток может быть вот по-человечески на самом деле остаток может быть больше и меньше нуля но обязательно вот что действительно обязательно это что по модулю он строго меньше c вот когда вы избавитесь от школьной программы как это учат школах и будете заниматься высокой математикой то на самом деле b которая не кратно c делится нас на 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 c с остатком двумя способами а именно n c плюс вот это d а другой способ n плюс 1 умножить на c минус вот это вот разница да то есть соответственно c минус d оба способа в общем равноправны с точки зрения теории делимости с теории делимости самое важное чтобы остаток по модулю то есть по длине по длине был меньше чем то на что мы делим вот вот это надо запомнить итак давайте суммируем что мы узнали на этом уроке что для любых двух целых чисел b и c из которых c не равно нулю ни в коем случае c не равно нулю но при этом может быть как положительным так и отрицательным всегда может быть найден способ разделить b на c с небольшим таким маленьким остаточком возможно может быть на целом может быть с остатком и этот остаток он должен быть по длине по модулю да строго меньше c вот это всегда возможно для любой такой пары чисел b и c и и и